Новый, 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 новый! Чё там? Я не знаю. Командная электроника. Да я вообще недавно. А вы не готовы все! Это Джили Курле, это Китаец, а вы не готовы все! У нас уже половина тачек китайских, а я на вас смотрю, вы не готовы! Сборище дрифтеров! А чё мы будем делать, когда гарантия закончится, а? Как шакалы по сервисам поскачете или чё? Учите китайский! Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Ну ладно, там такие три приближающихся китайца, как Лоу Чуань, Мэн Чун и Бэн Мао. Про них уже знали и ждали. Но к внезапному появлению Чан Чжэнь, что переводится с китайского как «великий поход», не был готов никто. И это стало настоящей сенсацией в мире кораблей, породившей целый шквал эмоций. От восхищения и предвкушения до насмешек. Это яростный слом всех шаблонов. Корабль настолько необычен во всём, что изучая его описание, просто невозможно оставаться равнодушным. А лично меня при этом не покидает ощущение, что всё это просто сон. Ведь это гипотетический проект модернизации линейного корабля типа «Ямато», переданного после войны в состав китайского флота, и модернизированного с участием специалистов Советского Союза под советские образцы вооружения и электроники. То есть на корпус «Ямато» ставят 9 орудий от Кремля калибра 457 мм. С высокой скоростью поворота, неплохим временем перезарядки 29 секунд в базе и аналогичными Кремлю настройками точности. То есть на больших дистанциях косоваты, но зато на средних и ближних точность достаточно хорошая. Орудия оснащены только бронебойными снарядами, но с улучшенными углами рикошета, как у советских крейсеров ветки Петропавловска. Только представьте себе, орудие Кремля, но с улучшенными рикошетными углами. И все это стоит на корпусе «Ямато». Но это еще только лишь начало бурного сновидения под названием «Чан-Джэнь. Великий приход». Ой, простите, поход. Прежде чем мы углубимся в этот чудесный сон, не забываем, что корабль еще тестируется и ТТХ могут измениться. А не меняется только то, что в нашем штабе на Бусти каждый день выходят новые видео, а последние дни таки сразу по несколько. Так и снова здесь важнейшие материалы с анализом и рекомендациями по изменениям перков авианосцев, которое произойдет уже завтра в новом патче мира кораблей. Разбор сборок для новых авиков, которые, как выяснилось, надо собирать сильно иначе, чем мы привыкли. Если вы, конечно, хотите на них нагибать, обзоры таких новинок патча, как новая вершина японских авиков «Тайхо» и вершина инженерной мысли линкора строения «Линкор Патагония». Важнейшие рекомендации по настройке клавиши залпа со всех орудий и еще многое другое, что значительно облегчает изучение кораблей и делает процесс гораздо более интересным. Ну а мы продолжаем разбирать чудеса Чанчженя. И кроме необычного главного калибра, на вооружении корабля имеется скорострельный и многочисленный вспомогательный калибр со стандартной для уровня и класса дальностью стрельбы и, что важно, несколько увеличенной точностью. То есть дальность ПМК можно будет прокачать до 11 километров. И я хочу сказать, что неоднократно, лично пробовал играть на Шикишиме с прокачанным ПМК. И это было не так уж и бесполезно, как может показаться. У Чанчженя ПМК точнее и скорострельнее. И самое интересное в том, что Чанчжень, хочешь не хочешь, а придется точить именно в ПМК, ибо это чудо не имеет хилки. Это первый линкор без хилки в игре, но с уникальными боевыми инструкциями, оперативные ремонтные мероприятия. Прогресс по шкале инструкций накапливается за счет попаданий ПМК. За 8 попаданий прогресс заполняется на 20%. То есть попал всего 40 раз из ПМК и инструкции готовы к использованию. Попасть 40 раз из скорострельного и точного ПМК – это элементарно, если ты уже сблизился на дистанцию ПМК. И активация этих инструкций восстанавливает значительное количество любого полученного урона, то есть видимо и цитадельного, в течение определенного времени. 2500 единиц боеспособности в секунду в течение 3 секунд, то есть 7500 за одну сработку. Для справки, обычная хилка Ямато восстанавливает 16324 за один отхил, но она перезаряжается 80 секунд, и их всего 4 в базе. А Чан Джень за каждые 40 попаданий ПМК будет восстанавливать по 7500 любого урона и без ограничений на количество сработок. То есть ты идешь вперед, гасишь всех из мощных и точных на ближних дистанциях орудий Кремля и из ПМК. Тебя гасят в ответ, но у тебя бесконечный и практически непрерывный отхил до тех пор, пока твое ПМК попадает по врагам. А чтобы эсминцам тоже служба не казалась медом, у Чан Джень имеется РЛС с дальностью 12 километров и временем работы 25 секунд. Также у корабля мощное БТЗ, такое как и у Ямато, 55%. Но плюс к этому внезапно еще и очень мощное ПВО. Ощутимо мощнее, чем даже у Шикишины, так как дальняя аура мощнее и бьет дальше на 6,6 километра. Бронирование корпуса, как у Ямато, то есть броня в целом хорошая, но есть уязвимости, например в районе так называемой Щеки. Однако, в отличии от Ямато, башни крутятся быстро, то есть в ближнем бою Чан Джень будет чувствовать себя явно лучше, чем Ямато. Тем более с улучшенным ПМК, ПВО и уникальной, бесконечной и почти непрерывной хилкой. Главное не подставлять борт и Щеку крупным калибром. И получается очень интересный корабль для врывов, который может стать весьма опасным в ближнем бою, но и сам имеет уязвимости. Против вражеского ордера, конечно, лезть не стоит, но против одного-двух соперников это будет уже очень эффективная штучка. В частности в рангах будет особенно интересно, потому что там кораблей на флангах немного, а еще и РЛС поможет. То есть идешь вперед и всех гасишь. То, что больше всего люблю делать на линкорах. Главное, чтобы тебя самого в ответ не загасили слишком быстро, но тут уже и проявляется настоящее тактическое мастерство. В общем, пока я просто в восторге от такой концепции. Корабль не кажется индовым, но потрясающе интересным, который хочется попробовать как можно скорее. Буду внимательно следить за его судьбой и оперативно вас информировать. Подписывайтесь и прожимайте колокольчики, чтобы не пропустить. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджел. Субтитры сделал DimaTorzok